Девушки отдыхают Анатолий Васильевич Эфрос в определенном соотношении был с советской властью Вы упомянули Ромео и Джульетта, даже Шекспира 7 раз, по-моему, они сдавали Они все сдавали бесконечно, им обрезали, им не давали, им мешали Ну что тут говорить Нет, бывали какие-то ситуации, когда мы здорово не сходились в оценке Но это нормально Вот Дуров, он был спорщиком, он умел спорить или он был дипломатом? Спорщиком, конечно, ну что вы Ну когда там где-то нужно дипломатом, нет, спорщиком Он азартный человек Мало того, его убедить можно было Два Константиновича можно было достаточно внятно убедить Сказать, хорошо, делай так Сагитировать? Ну может быть А вы считаете, он сыграл все роли, которые мог бы и хотел сыграть? Или он делился с вами какими-то? Никакой, со мной он мало чем делился там про роли Но ни один артист не играет, не сыграл всего, чего он мог бы и хотел Ну вы представляете, это природа дуровская какая Он очень много чего мог бы сыграть еще Очень, но он много и так сыграл Ну вот все-таки, мне кажется, что когда человек уходит до срока Ну случаются-то там, когда человек уходит 30, 40 Нет, это мы можем говорить, что он мог бы сделать и не сделал Здесь все-таки человек прожил, в общем, жизнь такую полную И не было, по-моему, периодов Или вы считаете, были периоды фрустрации, когда он бывал невостребован Или на протяжении всего своего пути Почти не было такого Он мог быть невостребован, там были какие-то застои в театре Набронно И уже после Эфроса там бывали разные ситуации Но при этом он сам человек, который утром на радио, днем на телевидении, вечером на сцене Еще он успевал писать свои книжки, еще он успевал преподавать что? Две или три книги, по-моему Ну конечно, ну вот у Гавка замечательная биограмма, которая родилась просто на сцене нашего театра Когда... Напомните Володя Качан пел свои песни, Володя Качан пел свои песни И вдруг на одном из таких вечеров Гавк пришел с опозданием и видит, что выступает Дуров И говорит, подожди, а Дуров что он пишет? Я говорю, как что, вот у него уже две книжки Ну да, не может быть, как-то В общем, Гавк пока стоял в кулисе, он написал на Дурова замечательную эпиграмму Вышел и прочел ее, потом она стала уже довольно известной Эпиграма такая Артист, рассказчик, режиссер, но это Леву не колышет Он стал писать с недавних пор Наврет, поверит и запишет Но дело в том, что Дуров врал художественно Он врал художественно Он искренен Это не значит, что он не хотел вас обмануть Он хотел вас обрадовать Он часто... Я часто слышал, как он рассказывал о ситуациях, в которых я сам был Я начинал говорить Лев Константинович, подождите, я же видел, было не так Как было не так? Ты что? Так нет, ты не понял И вот дальше он меня начинал убирать Он погружался в это Да, что я видел не так Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва-24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова